Витебский суд поставил точку в отношении двух мужчин, обвиняемых в педофилии. Среди жертв подсудимых трое внуков одного из фигурантов дела. Доказательством чудовищных преступлений стала обширная видеотека мужчин, которая велась с 2015 года. Каждый из них хранил свои достижения. На суде свою вину мужчины признали лишь частично. Один из них заявил, что это было лишь баловство. Владимир Королёв изучил материалы уголовного дела. Почти год прошел с момента задержания фигурантов этого уголовного дела. Последние месяцы несовершеннолетним потерпевшим и их родственникам пришлось вспомнить все, что происходило дома у подсудимых. Вещественными доказательствами стало свыше полутысячи дисков и сотни гигабайт собственного архива. Процесс был закрытым, ведь на суде говорили о пикантных подробностях преступления. На скамье подсудимых бывшие коллеги по работе, двое ранее судимых жителей Витебска. Одному из них 53 года, второму 51. Скандал случился на католическое Рождество 25 декабря 2016 года. Милиционеры выехали на семейную разборку. Отец и сын что-то не поделили. Истинные масштабы драмы оперативники узнали, выслушав историю заявителя. Сотрудниками органов внутренних дел один из виновников семейного скандала, сын, сообщил о том, чтобы сотрудники милиции посмотрели компьютер его отца. Также он сообщил, что его отец увлекается просмотром детской порнографии. Далее сотрудниками органов внутренних дел был осмотрен компьютер, обнаружены порнографические материалы с изображениями совершеннолетних. Правоохранители вышли на след второго подозреваемого, и у него в квартире также изъяли несколько сотен дисков с участием несовершеннолетних. По видеотеке удалось установить дату и место съемок, а также пострадавших, а это около десятка детей, самому младшему из которых четыре с половиной года. На протяжении двух лет каждый выходные дети приезжали в гости к дедушке и уже там подвергались сексуальным нападкам родственника и его друга. Среди потерпевших были внуки, а также внучка одного из задержанных. Остальные дети проживали в общежитии с одним из педофилов. Если один из задержанных расценивал свои действия и действия своего друга как баловство обычное, которое ни в коем случае не подпадает под действия уголовного кодекса, то второй же, наоборот, осознавал о том, что он совершает преступление. Товарищ дедушки еще в начале двухтысячных насиловал внучку-сожительницы, а также других ребят по общежитию. Лишь психологам после длительной работы дети признались, каждый раз после дедушка щедро угощал их вкусными конфетами и шоколадом. Вердикт Фемиды – 16 лет колонии усиленного режима, обоим подсудимым. Также обвиняемые должны будут выплатить потерпевшим материальную компенсацию морального вреда – 3200 рублей. Владимир Королев, Марина Романовская и Анатолий Долотовский. Зона Икс. Витебск.